На базе горнолыжного курорта «Халдами» прошёл форум коренных малочисленных народов севера «Наследники традиций». О передаче традиций и сохранении культуры и языка КМНС в нашем материале. Передать опыт и внести свою лепту в сохранение национальной культуры и, конечно же, языка собрались более двух десятков человек. Жители национальных сёл Амурского района Ачан, Джуен, Оми вот уже в шестой раз на молодёжном трёхдневном форуме «Наследники традиций». Это ежегодный наш форум, форум коренных малочисленных народов севера. У нас он ежегодный, но темы у нас бывают разные. В этом году именно у нас тема родной нанайский язык, сохранение родного языка. Мы здесь выявляем самых активных, самых продвинутых наших молодёжь, которые будут реализовывать свои проекты. Вот сегодня реализация проекта на следующий год у нас получается. Вот они будут реализовывать. Вот кто-то этнобренд, да, вот интересный. Кто-то там аттракционы, там какие-то горки, там, в общем, интересно. Но мы, конечно, мы не зря пригласили сегодня ещё и наших экспертов, наших носителей родного языка. Три дня участники изучали родной нанайский язык. Кто-то с нуля, а кто-то улучшал уже имеющиеся знания. Для этого на форум пригласили экспертов-преподавателей, кто мог доступно в лёгкой форме донести знания ребятам. Одним из экспертов стал Николай Апросимов, который изобрёл приложение для того, чтобы можно было на современных платформах также изучать родные языки. Я являюсь потомком авенкийского поэта Дмитрия Апросимова. Ещё раз отмечу, что я являюсь авенком, да, чистокровным поэта. Я чувствую личную ответственность за будущее своего народа, за сохранение его языка и культуру, передачи национального кода миру в условиях глобализации. Я вижу цель в том виде, чтобы не только сохранить, но и популяризировать для всего мира. Потому что мы всегда же пели и танцевали только для себя, а нужно петь и танцевать, и показать весь национальный код миру. Таким образом мы не только популяризируем, но и сохраним свои условия глобализации. Наше приложение – это переводчик, он является научным сегментом, в принципе, который доказал, что машинное обучение вполне себе может подружиться с авиатийским языком, и не только получается. Форум коренных малочисленных народов Севера дал старт многим инициативам в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов в Амурском районе. В этом году форум поддержала компания «Амур Минералс». С 2019 года общество с ограниченной ответственностью «Амур Минералс» заключило соглашение как с Ассоциацией Хабаровского края, КМНС, коренных малочисленных народов Севера, так и с общественными организациями народов Севера Амурского-Нанайского района. И с тех пор мы ежегодно поддерживаем. Культура коренных малочисленных народов Севера многогранна, её нужно активно беречь и развивать. Язык – это целая эпоха, которая отражает историю его народа, культуру и достояние. Исключительно поэтому язык необходимо беречь, как величайшую ценность в мире. Ведь язык – это зеркало народа. Евгения Дудко, Олег Кузьмичёв, Телеканал «Амурск».